В Астрахани в детских садах начинаются проверки. После видео, которое разместили в социальных сетях, снятого в ясельной группе одного из них, встает вопрос, как обращаются с самыми маленькими. На кадрах дети во время дневного сна лежат связанные по рукам и ногам. Детский сад частный и раньше никаких жалоб в отношении его не было. Илья Костин разбирался в этой истории. Дети связанные пеленками по рукам и ногам, укутанные простынями за спиной, без возможности выпутаться. В некоторых кроватках они спят подвое, валетом. Или вот еще фото. Скрученный тугим узлом малыш лежит прямо в кресле. Голос нянечки, которая сняла эти кадры в одном из частных детских садов Астрахани, изменен. Если у них находится на шейке вот эта пеленка, они могут себя ей задушить. Если они раскутаются, они могут смело вот отсюда упасть. То ли тихий час, то ли камера пыток. Видео девушка отправила своей знакомой. Так оно попало в интернет, где его увидели родители малышей. А Леся сразу побежала в детский сад. Молодая мама и подумать не могла, что оставляя двухлетнюю дочь на попечении воспитателей, подвергает ее таким испытаниям. Я просто не знала, если люди способны связать маленького беззащитного ребенка, но что они еще способны. Дети, во-первых, голодные. Кто-то, извините, сходил в туалет. С ним ничто не сделали. Есть видео, где они все вместе в комнате запертой одни и плачут. Хозяйка и хозяин объясняют тем, что это делал же не он. Поэтому ответственность в пусти не собирается. Вот этот садик. Двухэтажный особняк. Во дворе детская игровая площадка. Рядом с калиткой вся информация. Тут и часы работы, и прайс-лист. Стревожные родители исчезают за высоким забором. Известно, что няня, снявшая видео со связанными детьми, проработала в ясельной группе всего один день. Потом то ли уволилась сама, то ли была уволена. Версия администрации частного детского садика. Случившееся они расценивают как клевету и происки конкурентов. Что я еще должен здесь сказать? Вы мне объясните. Сказать, что я связал этих детей? Да я туда вообще не поднимаюсь. Ничего там страшного вообще. Что-то пытают их или что-то. Дети все спят. Вот которые, вы говорите, связаны. Я видел это. Вчера мне показали. Вот я видел это видео. Ничего страшного не произошло. Абсолютно. Случаи, вызвавшие бурное обсуждение в соцсетях, в частных детских садах происходят в последнее время нередко. Этот полуторагодовалый карапуз месяц назад сбежал из ясли в Самарской области. Прямо в памперсе. Воспитательницу, упустившую бегуна, после разбирательства, говорят, уволили. В Томске няня явно переусердствовала, заставляя малышку поесть. Девочка плачет, зовет маму, но это не помогает. Глотай! Я тебе сказала, не хочешь по-хорошему? Глотай! А так воспитательница из Нижнего Новгорода отреагировала на то, что маленький ребенок клеил поделку, не на клеенке. Ау, мне больно! За жестокость и ненадлежащее исполнение обязанностей предусмотрена ответственность вплоть до уголовной, до трех лет лишения свободы. О необходимости регулирования деятельности частных детских садов на государственном уровне и более внимательном подборе персонала говорят эксперты. Безусловно, человеческий фактор здесь для нас это самое основное, одно из самых основных, что может быть в детских садах. Потому что, к сожалению, недобросовестных людей, которые идут в детские сады и даже на дошкольное образование, их гораздо больше, чем должно было быть. К связыванию малышей в Астрахани серьезно отнеслись в прокуратуре. Там уже начали проверку. Изучают фото и видеозаписи.